Туристический потенциал регионов Поволжья используется не в полном объеме. Как это исправить, обсуждали на прошедшем заседании Совета по туризму под председательством полномочного представителя президента ПФО Игоря Комарова. Последние годы сфера туризма в округе демонстрирует высокие темпы роста по основным показателям. К примеру, в 2018 году регионы Поволжья посетили 9 миллионов туристов, а с учетом однодневных экскурсий больше 14 миллионов человек. Также увеличивается объем предоставляемых услуг, с учетом смежных отраслей превышает 100 миллиардов рублей в год. По словам Игоря Комарова, конкурентное преимущество регионов – это нахождение городов в бассейне реки Волги, даёт хорошие возможности для развития круизного туризма. А наличие единой судоходной системы – хорошая предпосылка для реализации межрегионального проекта «Волжский путь». «Этот проект будет способствовать продвижению перспективных в соответствии со стратегией развития туризма Российской Федерации на период до 2035 года в направлении круизного туризма, комбинированных речных и морских круизов в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийских бассейнах». Планируется, что проект «Великий Волжский путь» станет аналогом всемирно известного Золотого кольца России. Маршруты объединят 14 регионов по Волжье и позволят туристам познакомиться с историческим, географическим, гастрономическим разнообразием. Туры рассчитаны от двух до семи дней. «Ежегодно в округе круизные и пригородные поездки совершают более 500 тысяч человек. В настоящее время в мире круизный туризм является растущим сегментом рынка. Наша задача – следовать мировому тренду и иметь конкурентоспособный продукт». Глава Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативами о закреплении мер поддержки для развития речного туризма. Также губернатор обозначил необходимый сформировать меры поддержки со стороны государства для национальных парков, созданных менее 10 лет назад. По итогам обсуждения планируется принять отдельное постановление правительства Российской Федерации, предусматривающее оказание мер поддержки на разных этапах строительства судов. Также будет рассмотрен вопрос изменения федерального документа в части увеличения до 50% размера субсидий в случае приобретения нового пассажирского судна. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ.